Всех с революционным приветом! Новичкам добро пожаловать в каюту капитана Врунгеля! Сегодня у меня не в планы выпуск, я его специально не планировал, но не выпустить не мог. Сегодня 107-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Ну тут набегут сейчас всякие белые недобитки, вернее уже пишут националистически настроенные граждане и прочие швалии, и изливают свою желчь. Но я и хочу им напомнить, именно в России появилось первое в мире государство рабочих крестьян. Именно благодаря Советской России мировой капитал пошел на уступки рабочим во всем мире. И именно СССР запустил первого человека в космос. Из песни слов не выкинешь. Про Ленина и Сталина можно сказать пришли, создали, победили. Про Горбачева, Ельцина и великого стратега можно сказать пришли, засрали и развалили. По понятной причине сегодняшнюю годовщину Октябрьской революции руководители всех посоветских стран обходят глухим молчанием. Оно и понятно, они не могут не скрывать своего страха и ненависти к стране, в которой они никогда бы ни при каких обстоятельствах не могли бы занять их сегодняшние позиции. Поэтому дату 7 ноября власти последовательно закрывали и забывали, чтобы избежать сравнений с проектом, который вывел страну в мировые лидеры. И создал для нее пространство решений, которые нельзя сравнивать с сегодняшним богим коридором подчинения чужим проектным решениям. К СССР можно и, наверное, даже нужно относиться по-разному. Однако то, что созданный им проект развития нашей цивилизации был ее вершиной, невозможно отрицать. На мой взгляд, дата 7 ноября является для всех посоветских стран ничуть не менее знаковой, чем даты, которые определили на сотни лет развития других стран. Например, день взятия Бастилии во Франции, день независимости в США и многие другие. И, надеюсь, что любая другая нормальная власть вернет эту дату. Пока мы просто помним о ней. Надеюсь, сегодня часть недобитков покинет мой канал или я сам их выкину. Такие тоже смотрят, но, надеюсь, придет много адекватных людей. А так как канал посвящен флоту и морской тематике, сегодня речь пойдет об крейсере «Аврора». Итак, по местам стоять, с якори сниматься. Погнали! Резнотаков баковым на бак, ютовым на ют. Традиционная мантра – лайк, подписка и дукат. Кэптэн Врунгель будет рад. Огромное спасибо моим подписчикам, кто лайкает, кто комментирует. Отдельное огромное спасибо моим донателям. Ребята, без вашей помощи я, наверное, закрылся. Вот у меня на мне одета без козырка известного питерского мастера Александра Балая. Саша, привет, огромное тебе спасибо. Он практически все мои шапочки шел. Ну, лентушку я заказывал в Устане, она сделана по-богатому. Видите, золото, оно как бы только на солнце блестит. Поэтому, кто хочет помочь каналу, реквизируйте на экране. Я все делаю, чтобы вам было интересно смотреть. Итак, большинство из нас слышали про знаменитый крейсер «Авроры», а многие наверняка на нем были. Я был на «Авроре» в два раза. Первый раз очень давно, еще в детстве. Крайний раз я был там в 2016 году. И меня всегда волновал вопрос, как так получилось, что если «Аврора» дала залп по Зимнему дворцу, а стоит понимать, что они должны были стрелять из 152-мм орудий, при этом дворцу ничего не было. Как-то странно, да? И прежде чем мы перейдем к этому вопросу, давайте сначала обратимся к истории создания корабля. По легенде, царь Николашка II, кровавый, выбрал имя «Авроры» из 11 предложенных. Среди них были Наяда, Психея, Юнона, Нептун и даже славянский бог-кентавр Палкан. Крейсеру «Аврора» суждено было появиться на свет на рубеже веков 24 мая 1900 года. В присутствии императорской четы под залп артиллерийского салюта, стоящих на ниве боевых кораблей, Крейсер сошел на воду со стапелей нового Адмиралтейства, которое сегодня мы знаем под названием «Адмиралтейские верфи». Корабль стал третьим в серии быстроходных крейсеров, которые предназначались стать истребителями торговли вероятных противников Российской империи, которыми в ту пору в зависимости от политической обстановки считались то Великобритания и Германия, то Германия и Великобритания. Заложенные в 1897 году морским министерством корабли с античными названиями «Баллада», «Диана» и «Аврора» пресс этих лет окрестила «богинями русского флота». Но флотские юмористы тут же переначали. Богини отечественного производства. Главным оружием крейсера стали 152-мм скорострельные оружия системы французского инженера Гюстава Кане. На момент принятия на вооружение русского флота в 1897 году орудие Кане способно делать 10 выстрелов в минуту на расстояние до 11 км считалось современным. Но к моменту постройки «Честер-богиня» серьезно уступало по боевым возможностям новым орудиям такого же калибра. Защиту основным механизмом крейсера давала так называемая «каропасная», то есть выпуглая, броневая палуба, которая была выложена из 38-метровых плит в горизонтальную часть и постепенно утолщалась до 63 мм к абортам и конечностям. Палуба из брони была одна, но располагалась она низко внутри корпуса, примерно на уровне ватерлинии, и имела развитые скосы, которые уходили ниже ватерлинии для предотвращения затопления, расположенные под ней части корпуса при попадании снарядов. Помещения на дне ничем не были защищены и легко разрушались даже малокалиберными снарядами. В то время как расположенная под броневой палубой часть была довольно надежно защищена, что позволяло сохранять плавучесть, ход и маневренность даже при тяжелых повреждениях борта. Главной защитой крейсера считалась высокая по тем временам максимальная скорость – 19 узлов. Это около 37 км в час. Эту скорость развивали три паровые машины тройного расширения мощностью 11 тысяч л.с., которые вращали три гребных винта. Пару машинам давали 24 паровых котла, которые работали на угле. Как и сегодня, соотечественное крылостроение тех лет не отличалось качеством и скоростью производства работ. Пока крейсера строились, неоднократно перестраивались и проходили испытания, успели поменяться и морская стратегия, и вероятный противник. Все флоты ведущих морских держав взяли на вооружение идеи американского адмирала Махана, сторонника генерального морского сражения, и отрицающего пиратские операции басстроходных крейсеров на морских дорогах. Вероятным противником для России стала стремительно развивающаяся Япония, которая замахнулась на господство в дальневосточном регионе. К началу русско-японской войны две первые богини Паллада и Диана были переброшены на Тихий Кян и вошли в состав порта Артурской эскадры. Аврора, задержавшись устранением достатков перед приемом в казну, дойти на Дальний Восток не успела. Как говорят англичане, морская служба трудна и опасна, а русские сделали ее невыносимой. Не буду описывать службу крейсера с момента спуска на воду до 2016 года, так как придется снова снимать сериал. Хотя если это видео наберет тысячу просмотров, сниму увлекательный сериал про историю Авроры. Там есть что рассказать. Скажу только то, что Аврора прошла через русско-японскую войну, при этом адмирал Рожесенский дал крейсеру кличку «Подзаборная девка». Почему? Ну, тоже, наверное, узнаете. И смешно можно сказать, что во время перехода с Балтики на Дальний Восток на крейсере жило два любимца. Крокодилы Сам и Того. Того по имени японского адмирала. Сам бросился за борт и утонул, а Того разорвало японским снарядом во время сусинского сражения. Также крейсер пережил Первую мировую войну в составе второй бригады крейсеров, который состоял из старичков, ветеранов русско-японской войны. Крейсеров «Россия», флагман «Богатырь» и «Олег». Отряд ветеранов патрулировал Балтийское море, но их к серьезным задачам не привлекался. В 1916 году крейсер отправили на Адмиралтейский завод. При этом в Кронштадте, заметьте, да, с него сняли артиллерию, отправили на Балтийский завод для увеличения данной стрельбы, в арсенал выгружили боезапас и отправили на ремонт посредства. Так как на заводах не хватало рабочей силы, командование было вынуждено, несмотря на понимание вредности этого шага для поддержания воинской дисциплины, привлечь к ремонту и личный состав авроры. В инструкции штаба 2-й бригады крейсеров для занятых на ремонте нижних чинов был установлен на рабочий день в 10,5 часов в сутки, а в экстренных случаях и больше с равномерным распределением между всей командой. Командир авроры, капитан 1-го ранга Михаил Никольский отмечал в рапорте командования. Команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, подастся и, как это часто бывает, перейдет в другую крайность. Благодаря своей сплоченности самый надежный во время войны станет самый ненадежный. Почеря для этого самая благоприятная. Долгая стоянка в Пятограде у завода. Но, в принципе, так оно и подошло. Командир корабля Никольский и Старпом Гранович трагически погибнут. Никольского застрелят из-за его отказа нести красный знамя, а Грановичу воскнут в горло штык. Вообще, стоит сказать, что общее количество жертв среди офицеров в событиях февраля 1917 года на Балтийском флоте достигло 95 человек. В том числе в Гессинфорсе 45, в Конштадте 40, Ревеле 5, в Пятограде 4. Пропало без вести 11 и покончили с собой четверо офицеров. Погибло более 20 кондукторов. Правда, никаких тысяч убитых и растерзанных офицеров тут и не видно. Матросы тоже не идиоты. Они убивали самых ненавистных. Тут один мне писал про красный террор. Я ему говорю, ты сначала посмотри, кто начал террор и как он назывался. Кто знает историю. Белый террор и гражданскую войну начали белые. На революцию-то устроили не красные, если что, да, помним, какая была первая революция. Февральская. Кто свергал царя? Никак не Ленин. Ленин в это время пил-пил. Мы постепенно пришли к октябрю 1917 года. Тут стоит рассказать об одном из руководителей судовой большевистской организации на крейсере. В ту историческую эпоху его звали унтер-офицер Петр Курков. Петр Курков был из рабочих. Он был сыном Кузнеца из Рязанской губернии. В 13-м году его призвали на флот. И после окончания школы машинистов он получил назначение машинным старшиной на крейсере «Аврора». В мае 1917 года Курков вступает в партию большевиков РСДРП. И когда матросы «Авроры» избирают его своим депутатом в Петроградский совет он активно включается в политическую жизнь. В июле Курков был одним из организаторов вооруженной демонстрации матросов «Авроры» против Временного правительства. Куркова заарестовали его поймали арестовали велели паспорт показать помните песенку такую анархистскую его посадили в кресты и правда его быстро оттуда освободили. Уже в 1918 году Курков стал руководителем клуба революционных моряков Петрограда. В 1919 году он комиссар линкора «Севастополь». В 1920 году главный полномоченный ЧК по снабжению Балтийского флота в 1927 году перед десятилетием Октябрьской революции Петр Иванович Курков занимал высокую должность заместителя начальника морских сил рабочей крестьянской Красной Армии. Ленинградские газеты так описывали тогда роль товарища Куркова в историческом событии. В дни Великого Октября Петр Иванович Курков держал постоянную связь с военно-религиозным комитетом и партийными органами. Под его руководством было выполнено задание военно-религиозного комитета вывести Аврору на Неву. По гостевому билету Петр Иванович участвовал в работе второго всероссийского съезда советов. И когда меньшевики эсеры клеветнически заявили, что авроровцы разрушили Зимний дворец и грабили его Зимний дворец грабили бухали даже там Курков заявил Аврора наша стреляла холостыми но матросы крейсера заверяют вас товарищи делегаты что они готовы принять и примут все меры чтобы съезд советов мог спокойно продолжать свою работу 29 октября военно-религиозный комитет создавал совещание представителей частей гарнизона руководила этим совещанием он выступал на нем с докладом товарищ Ленин Авроровцев представлял Петр Иванович Курков докладом о готовности матросов защищать революцию товарищ Курков заявил настроение очень бодрое наши пушки к вашим услугам правда в 20-е годовщине Великого Октября товарища Куркова расстреляли за участие в контрреволюционном заговоре Зиновьева возможно на допросах он и рассказал следователям КВД как придумал историю с историческим выстрелом чтобы придать вес своему мандату депутата от крейсера Авроры на самом деле все было практически так как рассказывал товарищ Курков но без орудийной стрельбы по крайней мере с крейсера Авроры в ночь на 25 октября в военно-религиозный комитет большевикам Авроры была поставлена задача восстановить движение по Николаевскому сейчас называется Благовещенскому в мосту в мосту в мосту который накануне развели инкра для выполнения задачи и психологического воздействия на охрану моста требовалось вывести крейсер на середину реки но командир корабля лейтенант Николай Эриксон отказался это сделать мотивируя тем что фарватер не обследован после угроз и уговоров со стороны большевиков командир опасая что матросы пасают корабль на мель все-таки вывел крейсер к мосту при приближении Авроры после нескольких пулеметных очередей с мостика юнкера разбежались а корабельные электрики высадились на берег свели мост ну короче выполнен поставленную задачу снарядов главного калибра на Авроре не было никаких ни боевых ни холостых артиллерийский боезапас весь был выгружен в кроштанском арсенале перед капитальным ремонте какой идиот будет держать снаряды на ремонтированном судне чтобы оно взорвалось что ли там ну а сигнальный выстрел к штурму Зимнего дал орудие Петропавловской крепости где находился военный штаб в Астане правда памятная табличка на английской набережной раньше это была набережная Красного флота это напротив озабняка Румянцева которую установили в 1339 году она гласит 25 октября 7 ноября 1917 года стоявший против этого места крейсера Аврора громом своих пушек направленных на Зимний дворец возвестил 25 октября о начале новой эры эры Великой Старистической революции в Википедии написано в 21.40 по приказу комиссара Белышева комендор Огнев из 6-дюймового бакового орудия произвел один холостой выстрел оказавший психологическое воздействие на защитников Зимнего дворца ну вы видели расстояние от Аглора до Зимнего там два еще моста да то есть дворцовый и Благовещенский это какое там воздействие еще нюанс по данным историка Мельгунова штурм на самом деле там особо-то штурма не было спецназ пришел вот такой так в кавычках да пришли людишки Овсеенко захватили короче начался он в 9 часов сигнального холостого выстрела из Петропавловской крепости опять тоже странно да то есть с Петропавловской крепости стреляли в 9 часов а Саврулов в 21.45 но вот самая главная нестыковка это документы о сдаче боеприпасов крейсера в арсенал Кронштадта ну по Зимнему стреляли но правда из Петропавловской крепости из 76-мм пушки такая была пушка полевая но никак не с Авророй там даже что-то они повредили тем не менее мы сегодня должны благодарить товарища Куркова за большевистскую смеколку если бы ее не было то Аврора не была бы причислена пантеомом главных революционных святынь и вместе с сестрой Дианой пошла бы на патефонные иголки правильно ли это ну не нам судить после любой революции всегда возникают мифы и пантеон героев вот хошлы у них есть небесная сотня такие герои есть у французов немцев британцев у американцев тут ничего нового люди везде люди по крайней мере мы сейчас имеем уникальный музей правда от настоящей Авроры остались рожки до ножки фактически это реплика крейсера но то же самое произошло с историческими кораблями и в Англии и во Франции и в США время очень жестоко причем кораблям вдвойне кто будет в Ленинградской области сейчас вы на карте видите место положения это вот как это сказать нижняя часть Авроры она там до сих пор лежит там кто-то поедет можно найти это место это вот который отрезали там много чего растащили там растаскивались сначала военные потом артельщики местные короче там даже вот вы в местных деревнях найдете элиминаторы с Авророй вот народ таскал все ну там сейчас летом народ туда ныряет что-то там достают по-моему там чужих нет вот поэтому как бы Аврора которая стоит как музей там ну так сказать качественная реплика можно так сказать хотя там много действительно оригинальных деталей осталось тут стоит сказать о другом о том как бывшие коммунисты и комсомольцы в кавычках переобулись и стали капиталистами и как быстро они забыли про коммунистические святыни по иронии судьбы с Авророй оказалось связано не только начало эры советской власти но и ее конец от того что началось на борту крейсера после распада СССР пришли бы в ужас как те кому приходилось там служить так и те кого принимали там в пионеры на Авроре принимали в пионеры так вот на Авроре сняли настоящий ну порнофильм или там тяжелую эротику снимал этот русский Ларри Флинт Сергей Прянишников он туда проник под предлогом съемки кино о революции правда вот порнопродюсер не стал расшифровывать что в борьбе за это посвящен революции сексуальной вот на картинке сейчас видите кадры из этого фильма там какие-то два педика они вот по кораблю там ходят вообще фильм получил прокатное усоверение новая российская власть Аврору сдавали под корпоративы самый известный прошел с участием Валентина Матвиенко наверняка питерцы знают кто это такая Валька Стакан Эльвиры Сахивжоповны Наебулиной председателя банка России Ильи Хлебанова такой был хрен Чиновники там слушали Хрена Шнурова этого лидера группировка Ленинград смотрели полуголок балерин и перформанс арт-группы Речники которые прыгали с борта крейсера в него Своими шабашами там отмечался бывший комсомалист эдохерарх Михаил Прокров бывший глава Альфа-капитала Михаил Хабаров и даже пивной магнат и банкир Олег Тиньков с владельцем русского стандарта по-моему Рустам Тарикой вызывали Авора даже была местом ярких политических акций в октябре 11-го года на ней подняли пиратский флаг ну и в довершение от Авора отказались военные ну нафига флоту судна которое лишено ходовую часть крейсер вывели из состава флота 1 декабря 2010-го года сейчас это корабль музей в Советском Союзе это был корабль номер 1 там на Химницу службу несли ну это все в прошлом про вору можно снять многочасовой фильм по каждому периоду его многоставлальной истории но это уже другая история а на этом у меня все еще раз поздравляю всех с большим праздником желаю всем здоровья благополучия и мира ну а с вами был капитан Врунгель до новых встреч пока жил отважный капитан он объездил много стран и не раз он пороздил океан раз пятнадцать он тонул погибал среди акул но ни разу даже глазом не моргнул и в беде и в бою напевал он всюду песенку свою «беду» как капитан «беду» Продолжение следует...